Утром к одному из торговых центров Самары была стянута пожарная и спасательная техника. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в здании сработала тревожная сигнализация. Администрация приняла решение об эвакуации посетителей и персонала. Внимание! Пожарная трехога! Сработала охранная пожарная сигнализация. Всем, находящимся в здании, срочно покинули свое помещение через запасные и аварийно-спасательные. Пользоваться лифтом при эвакуации здания категорически запрещено. На самом деле, на этот раз людям ничего не угрожало. В торговом комплексе проводились показные пожарно-тактические учения подразделений Самарского гарнизона. Поводный очаг возгорания находился около экрана. Произошло возгорание электрооборудования. Площадь пожара на момент прибытия условно составляла 50 метров. В соответствии с учетом времени площадь увеличилась до 130. Количество людей, которые заходят в торговый центр, подсчитывают специальные датчики учета посетителей. Все данные затем стекаются в службу охраны. Срабатывает оповещение в торговом комплексе и начинается эвакуация силами охраны. До 7 минут должны эвакуироваться в торговый комплекс. Все они справились, все эвакуированы. По сценарию учений в здании находятся 150 человек, 20 из них персонал торгового комплекса. Через какое-то время поступает информация, что в кинозале еще остались люди и пожарные отправляются на их поиск. Кроме того, эвакуация потребовалась и звено газодымозащитной службы. По словам спасателей, из-за большого количества помещений, изогнутых маршрутов, торговые центры считаются одними из самых сложных объектов. Самое важное понять, что у нас всегда присутствует при себе направляющий трос, либо линия, по которой мы действительно производим пожаротушение. То есть нам, по идее, бояться нечего. Мы, самое главное, понимаем свою задачу. То, что мы достаточно образованы, чтобы спасать людей, наших граждан с различных ситуаций. И мы это выполняем, я считаю, на 5 баллов. В этих учениях было задействовано 60 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. В случае возникновения реальной угрозы пожара на объекты с массовым пребыванием людей группировка будет больше. Как отметили руководители учений, все поставленные задачи пожарные подразделения выполнили. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.